всем привет сегодня у нас суббота я как всегда поехал на барахолку и вот что мне удалось купить сегодняшнем обзоре довольно такие интересные такие покупочки если вы еще новичок на моем канале да вам может показаться что они очень обычные и как можно столько заработать денег которые я вам покажу как всегда в конце ролика но все очень просто потому что вы новичок в этом деле для новичков на моем канале у меня есть курсы уроки по антикварному бизнесу контактный номер вы найдете под этим роликом если вас заинтересует конечно итак поехали теперь будем по порядку обо всем говорить и показывать вам значит значит одна гривна девяносто шестого года купил 10 штучек по 50 гривен очень повезло и как минимум их можно уже выставлять по 150 гривен на продажу монетка очень сильно поднялась цене если посмотреть летом тот ценник был и 30 и 40 гривен там ориентировочно до 50 то сейчас уже все 150 вот уже только на них уже чистый доход получается 1000 гривен вот если по 150 это у нас полторы тысячи 500 гривен я за них заплатил вот уже 1000 гривен дохода затем интересная монетка 5 гривен называется покрова 2005 года давненько не попадались такие монеты потому что их разметают коллекционеры купил ее за 50 гривен ее ценник около 150 гривен так затем попалась редкая монета 15 копеек 75 года я наверно сниму отдельное видео и немножко создадим интриги за сколько я ее купил вы будете в шоке просто вот как с виду на обычных монетах можно зарабатывать но она конечно редкая так дальше вот такие часики позолоченные купил я их по 50 гривен это у нас двадцатки вот как минимум отсюда дохода как минимум 500 гривен ну если получится дороже то это только плюс мне и жемчужина моих покупок это статуэтка lfz называется юная помощница довольно такие интересных денег она стоит вот здесь вот есть небольшой такой скольчик как бы на тарелке это все реставрируется значит статуэтка довольно таки дорогая она стоит 6000 гривен но это если вы посмотрите на аукционах также там цены есть и меньше после реставрации она у меня будет стоить шесть с половиной то есть даже до семи тысяч гривен вот кому надо тот купит а я если честно и не тороплюсь ее продавать вот купил ее за 400 гривен вот этот момент вот этот скол очень мне помог в покупке естественно продавец хотел больше но не со мной так легендарная статуэтка а ну-ка отними называется за хк завод харьковской керамики тоже интересная целая так вот она выглядит тоже постараюсь отдельное видео отснять купил ее за 100 гривен ориентировочно но у меня ну где-то на продаже где-то за 300 гривен ориентиры вот такие и бинокль тоже в классном состоянии попался называется bpc 58 на 30 со светофильтрами когда в солнечную погоду очень помогают состояние довольно таки неплохое классно вот этот бинокль я купил за 700 гривен дешевле не получилось и так человек скинул также немаловажно нужно на рынках на барахолках показывать деньги людям иногда конечно это срабатывает иногда нет поэтому новички возьмите себе на заметку так и следующее видео будет об этой монете еще раз повторюсь она редкая интересная стоит относительно недорого она но тем не менее самая цена это 15 копеек семидесятого года вот так конечно пожирнее вариант так и как всегда в конце ролика я показываю сколько я заработал к сожалению гривен у меня сейчас не осталось почему-то я не знаю все потратился растратился на все предметы также есть еще другие позиции к сожалению их не могу вам показать это антикварный бизнес ориентировочный мой доход составил 300 евро повторяюсь как всегда в каждом подобном ролике для новичков особенно мол типа как ты показываешь деньги если товар здесь все очень просто ребята я уже не первый год этим занимаюсь и предварительно наперед я просчитал свои цифры почем уйдут эти позиции и это только по украине если выставлять на зарубежные сайты за пределами украины то ценник будет как минимум на 20 на 30 процентов дороже вот и сами считаете сколько можно зарабатывать на таких подобных вещах монеты редкая да эти уже подрастают в цене вот и сами думаете решаете а стоит ли вам конкретно этим заниматься потому что вы вот так вот постоянно смотрите 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 а сами то ничего и не делаете кто занимается антикварятом покупкой старых вещей вот таких подобных предметов те ходят постоянно работают расклеивают объявления и так далее еще раз повторюсь для новичков есть у меня уроки по антикварному бизнесу по заработку на старых предметах значит вы записываете на листочек все ваши вопросы и мы с ними работаем я на них отвечаю есть у меня курсы они стоят не дешево но поверьте это все отбивается пускай не за одну неделю не за две это будет действовать как накопитель то есть вы накопили в себе информацию и в следующий поход на барахолку вы уже не пропустите тот или иной предмет я уже занимаюсь 10 лет этим и время от времени тоже изучаю какие-то новые тренды новые позиции потому что вот даже та же самая гривна девяносто шестого года она просто вот довольно таки неплохо подорожала если она летом стоила до пятидесяти гривен то сейчас уже все сто пятьдесят гривен и неизвестно сколько она будет стоить уже после нового года потому что все вот эти вот монетки они оседают в коллекциях их больше вы уже не найдете ну вот такой у нас получился с вами интересный обзор сегодня подписывайтесь на канал ставьте лайки задавайте вопросы в комментариях до новых встреч